Первый вальс Как первый вальс Оно не позабудется Как первый вальс Как первый вальс Оно не позабудется Сегодня, 22 июня 2009 года, мы рады приветствовать вас в зале Русского театра Эстонии. На торжественной церемонии вручение свидетельств об окончании гимназии выпускникам Талинского и Смянского Русского театра. Как этого дня волнения ждали все. Выпускники, родители, учителя. Я прошу вас приветствовать учителей, работавших с выпускниками 32-го выпускного наше шоу. А теперь встречаем выпускников 2009 года Талинского и Смянского Русского ГИЦР. Краснодарского и Показае Краснодарского и Русского ГИЦР. Краснодарского и Русского ГИЦР. АПЛОДИСМЕНТЫ Для прослушивания Государственного Гимна Алисовской Республики прошу всех встать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Включение Алисовской Республики. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это праздник всех ваших семей. Спасибо вам, уважаемые родители, за сотрудничество, за 12 лет нашей совместной команды. Я надеюсь, что в вашей памяти останутся только хорошие воспоминания о школьных годах жизни. Сегодня вы обращаетесь с детства. Вам уже трудно вспомнить, как 12 лет назад вы, маленькие первоклассники, с нетерпением переступили в порог школы. Как вам хотелось бы быстрее сесть за школьную парку. А сегодня быстрее и быстрее погибнуть школу. Это и есть круговорот жизни. Сегодня вас в последний раз можно назвать идем. А завтра вы сделаете шаг во взрослую жизнь. Отметки в администраторах, баллы в ваших сертификатах, это оценка вашего 12-летнего труда. А дальше? Мир открывает перед вами тысячи ворот. И у каждого из вас она своя. В этот торжественный день поздравляет старейшина управы части города Хаберстель Виктор Васиев. Уважаемый госпожа директор, дорогие педагоги, родители, гости, ну и, конечно же, прежде всего, наши выпускники. И сегодня вам будут говорить много хороших слов о том, что впереди, перед вами все двери открыты, все пути ваши. И вы, я смотрю, вы такие красивые сегодня. И такие умные. Образованные люди. Конечно, этих путей много. Но я вам хочу сказать, что на самом деле мир довольно жесток. В нем масса кризисов и конфликтов. И далеко не всегда это так, что вас ждут с распростерком объятием. Нет. В этом мире нужно добиваться своего. И для этого нужно иметь терпение. Терпение, еще раз терпение. И нужно уметь учиться, потому что учиться вам придется всю жизнь. Поздравлением в адрес наших выпускников присоединяется человек, который уже много лет является большим другом нашей школы. Это депутат Рики Клова Татьяна Продьева. Вот в наше время песни, посвященные выпускному балу, начиналась со слой. Вот и стали нам их разлить. И если посмотреть на год окончания школы с точки зрения астрономии, то да, это действительно так. А если посмотреть на этот год с точки зрения эмоциональной и психологической нагрузки, и также осознать, что в этот год все вы должны прожить целую эпоху, поверьте мне, за этот год вы переживете столько перемен, которые, может быть, в жизни вам больше не придется переживать. Но сегодня у вас радостный день, и я желаю вам счастья и успехов в вашем дальнейшем пути. И сегодня эта прекрасная ночь, радостная ночь, откроет вам ваше свое объятие. Пожалуйста, наслаждайтесь ею. А учителей свои отношения к теории относительности. Чем больше они делятся знаниями со своими учениками, тем больше накапливают знания для будущих поколений. И спасибо вам большое за это. Для вас поет Андрей Валиков, студент 2-го курса Таллинской музыкальной академии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые абитуриенты, уважаемые учителя, уважаемые гости. Сегодня свидетельство об окончании Таллинского и Смельского русского лицея получат 59 выпускников. Только с одними пятерками и с золотой медалью в школу заканчивают шесть учащихся. На четыре недели закончили лиц 24 ученика, это 40% выпускников, вы свидетельствовали не от ни одной тройки. Мы гордимся результатами этого выпуска. К химию сдавали шесть выпускников этого года. Если средний балл по республике 68, средний балл русского лицея 88,5%. Исторский язык, средний балл по республике 66%, в русском лицея 84%. Всего было задано 236 экзаменов государственных. Средний балл всех экзаменов – 72. По родному русскому языку ребята добились высоких результатов. Девять учащихся сдали на 90 баллов и выше. Татьяна Мещенко – 90 баллов. Артур Дужин-Махни, Дмитрий Кощев – 91 баллов. Анна Кульжис – 93 балла. Анна Кутко и Роберт Каганджан – 95 баллов. Артур Кук, Дмитрий Семенов, Кобедина Швакова – 96 баллов. Экзамен по эстонскому языку на категорию В2 сдавали все выпускники. На 90 баллов и выше экзамен дали 24 выпускника. 90 баллов набрали Татьяна Курилова, Елена Функер, Елена Шустикова. 91 баллов – Аняк Чуников. 92 баллов – Игорь Шаваник, Екатерина Марич, Марк Рюмедик и Светлана Рушин. 93 баллов – Мария Шушина. 94 баллов – Синяя Юба. 95 баллов – Эрдин Мустанин и Малидан Раут. 96 баллов – Дмитрий Айсов, Михаил Черняк. 97 баллов – Анна Долгая, Антарина Бриденкова, Дмитрий Кощеев, Екатерина Лучина, Розырка Заджа, Татьяна Ищенко. 98 баллов – Виктория Брюмовская. 99 баллов – Сергей Вершинин, Карлия, Елена Швакова. Историю. На 90 баллов – Виктория Брюмовская. 5 учащихся. Елена Швакова – 90. Поздравка Левенка – 93. Держи Левшинин – 95. Анна Ромкая – 97. Роза Швакова – 98. Английский язык на 90 и выше сдали 5 наших выпускников. 90 баллов – Анна Долгая, Елена Кунгер, Игорь Швакова. 91 баллов – Роберт Казанчан. 94 баллов – Елена Швакова. На сегматику на 90 и выше сдали. Андрей Досмачаев – 90. Роберт Казанчан – 91. Антарина Кутинкова – 94. Дмитрий Астеркин – 95. Химию наши выпускники сдавали. Артур Кушуман – 92 баллов. Митрий Астеркин – 94 баллов. Екатерина Кушуман – 96 баллов. Биология – тоже ребята получили высокие. Екатерина Большакова – 90 баллов. А Швакова – 94 баллов. Не зря выпуск юбилейный 30-й. Прекрасные результаты. Всего учащимся нашей школы на государственных экзаменах получены 52 результата. Вышили 90 баллов. Мы гордимся вами. Огромное вам спасибо. Нашим учителям и вашим родителям. Спасибо вам за все ваши достижения. Разрешите ознакомить вам с приказом директора Талинского и Снайского Лицца, госпожи Нюханзан. Приказ директора Талинского и Снайского Русского Лицца 22 июня 2009 года об окончании гимназии в 2008-2009 учебном году. Пункт 1. Считать окончившими Талинский и Снайский русский лицейн, вручить свидетельство об окончании гимназии и золотую медаль следующим учащимся. Первая медаль, первое свидетельство вручается учащемуся, который сдал все государственные экзамены выше, чем 90 баллов. Роберт Казахстан. В случае несколькими результатами, заканчивая школу, получает свидетельство об окончании русского лицея и золотую медаль Анна Долгая. Подтвердил свою золотую медаль участник, неоднократный участник все три года гимназии Олимпиад Дмитрий Осверкин. Дмитрий только что приехал в театр с приемом у президента Исторгой Республики, а лучший выпускник 2009 года. Свидетельство об окончании лицея и золотая медаль вручается Артуру Кужуману. Свидетельство и золотая медаль вручается Дмитрию Тащееву. Свидетельство об окончании гимназии «Золотая медаль» вручается Татьяне Куриловой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пункт 2. Считать окончившими Талинский, Смяйский и Русский лицей, вручить свидетельство об окончании гимназии и серебряный медаль следующим учащимся. Игорю Шавадину. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вручить свидетельство об окончании гимназии серебряную медаль Антонине Брикенковой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Свидетельство об окончании гимназии и серебряная медаль включается Артему Буку. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я должна отметить, что все медалисты результатами государственных экзаменов подтвердили золотую и серебряную медаль. Пункт 3. Считать окончившими Таринский и Смяевский русский лицей и вручить свидетельства об окончании гимназии следующим учащимся. Учащимся, который сдал на очень высокие баллы государственные экзамены от 88 до 99. Сергей Вершинин. Смяевский русский язык Смяевским обrixе включается выпускница, сдавшая на очень высокие баллы государственные экзамены, активно работающая в школьном самоуправлении, Евелине Шулаковой. Свидетельство вручается ученице, у которой в аттестации почти одни пятерки и очень высокие результаты на босс-экзаменах. Антни Нуйжес. Свидетельство практически одни пятерками вручается выпускнице, которая также ждала с очень высокими результатами государственной экзамены Большакова Екатерина. Свидетельство в окончании гимназии с четвертыми пятерками вручается Светлане Артюшенко. Свидетельство в окончании гимназии вручается Ирине Тьяковой. Свидетельство в окончании гимназии получает Синяя Юга. Свидетельство вручается Алисе Дроздовой. Свидетельство с четвертыми пятерками вручается Грибовской Виктории. С хорошими результатами заканчивает школа Екатерина Грымала. Свидетельство в окончании гимназии получает Эмиль Ханумян. Свидетельство в окончании гимназии вручается Лилия Мусеиновой. Свидетельство в окончании гимназии вручается человеку, который признан лучшим спортсменом лицея Игорю Неванову. С хорошими результатами заканчивает школа Марк Юлегин. Свидетельство в окончании гимназии вручается Анастасия Калинина. Свидетельство в окончании гимназии получает Александр Хандарес. Свидетельство в окончании гимназии вручается Ольге Пожановой. С хорошими результатами в аттестате и высокими результатами новой сексуально заканчивает Кривенко Богданов. Свидетельство в окончании гимназии вручается Людмиле Лагрентьевой. Свидетельство в окончании гимназии будет сейчас вручено одной девушке, которая дальше, как и Дмитрий Асверкин, уже могут стать студентами Таргусского университета. На выбор на бесплатное место. Леонид Кавин. С хорошими результатами в школу закончила Данья Лосева. Свидетельство в окончании гимназии вручается Кристине Липской. Свидетельство в окончании гимназии вручается Екатерине Лучиной. Свидетельство в окончании гимназии вручается Екатерине Марьевич. Свидетельство в окончании гимназии вручается Екатерине Мищенко. Свидетельство в окончании гимназии вручается Сергею Магначеву. Свидетельство в окончании гимназии вручается Екатерине Магначеву. Свидетельство в окончании гимназии вручается Екатерине Магначеву. Свидетельство по окончании гимназии получает Кристина Новожилова Свидетельство по окончании гимназии вручается Маргарите Никоновой Свидетельство по окончании гимназии вручается Дмитрий Никоновой Свидетельство по окончании гимназии вручается Анне Кедровой Свидетельство по окончании гимназии вручается Дмитрий Никоновой Свидетельство по окончании гимназии вручается Дмитрий Никоновой Свидетельство по окончании гимназии вручается Дмитрий Хорошие результаты свидетельства человека, который неоднократно защищал честь школы на спортивных соревнованиях, который является членом сборной эстонии по копию, Смитка Семьорска. Свидетельство об окончании школы вручается Дмитрию Семенову. Свидетельство об окончании гимназии получает Александр Скоронный. АПЛОДИСМЕНТЫ С хорошими отметками свидетельство обручается Анле Шаваровой. АПЛОДИСМЕНТЫ Свидетельство об окончании гимназии вручается Мария Шушиной. АПЛОДИСМЕНТЫ Свидетельство об окончании гимназии получает Шустикова Елена. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Свидетельство об окончании гимназии получает Анфиса Заренкова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Свидетельство об окончании гимназии вручается Анне Шлеевой. Свидетельство об окончании гимназии получает дневнение Кирикова. Свидетельство об окончании русского лицея получает Елизавета Тихонова. Свидетельство об окончании гимназии получает дневнение Кирикова. Свидетельство об окончании гимназии получает дневнение Кирикова. Свидетельство об окончании гимназии получает дневнение Кирикова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Свидетельство об окончании гимназии получает Анастасия Чегринова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Для тех, кто не знает, это команда «Что, где, когда, мозгов, точка нет» широко известная в Таллине и за пределами его, поскольку, ребята, в этом году с блеском выиграли чемпионат Таллина и 110-ти школьников по интеллектуальному спорту. Пятеро игроков команды «Телли этого года» в прошлом году. Уважаемые родители, только вместе с вами и благодаря вашей поддержке наши выпускники смогли добиться столь высоких результатов на школьных и государственных экзаменах. Поверьте, мы очень высоко ценим ваше многолетнее участие в жизни нашей школы и хотим здесь и сейчас сказать вам огромное спасибо за это. Вы, конечно, извините, но мы очень волнуемся. Хотелось бы поздравить вас. Закончание битвенов прошло, ну, как по-самому важному в вашей жизни. Вы закончили школу. Отзвенел у вас последний звонок. Остались позади волнения выпускных экзаменов. Впереди выпускный вечер. Мы вообще для вас старались. Хотим, чтобы вы его запомнили. Чтобы он прошел весело, радостно. Чтобы вам было интересно. Ну, а завтра, завтра вперед, подогонение выбранных вами вершин. И пусть вас по возможности обходит с домой, лавины, камни падают. Пусть будет хорошая работа на вашем пути. Удачи, удачи и еще раз удачи. Дорогие наши учителя и дорогая администрация школы. Вот и снова июнь, снова класс выпускной. Как частицу себя провожаете в путь. Потому что душе не до вами заснуть. Будут новые классы и будут новые дни. Круговик шкорни-путни закружат вас вновь. Но мы знаем, вам помнятся будут они. В них есть ваша душа. В них есть ваша любовь. Мы вам спасибо говорим. Мы вас за все благодарим. Спасибо вам за все, что дали нашим детям. Простите за тревоги, огорчения, споры. Вам желаем здоровья на тысячу лет. Вам терпения во всем. Да помните, что в лет. Вам улыбок, любви, вдохновения. Спасибо вам, дорогие наши учителя. И, в общем-то, этот день, конечно, очень волнительный не только для детей, учителей. Родители тоже точно так же, как вы, дети, волнуются. Поэтому мы бы очень хотели поздравить от имени детей и родителей нашу администрацию. Дорогая Рита, мы поздравляем вас. Дети сейчас выйдут тоже с подарком сюда. И от имени родителей папа подождите. И в завершение, дорогие учителя, благодаря вам и, надеюсь, нам, наши дети лучше. Спасибо. 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 Ваших классных руководителей. Спасибо. 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 Ваши с вами. Офа. Спасибо в 12 д д д д д д д д Омори АПЛОДИСМЕНТЫ Последний раз в полном вам составе, признаюсь в любви. Вы знаете, что я вас люблю? Знаете? АПЛОДИСМЕНТЫ Слава, знаете. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте еще раз. Вы знаете, что я вас люблю? АПЛОДИСМЕНТЫ И буду любить всегда. Вы это помните. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 12-А. Вы меня первые и последние. Это первый выпуск, не последний. Поэтому вы будете у меня всегда в сердце. Я вас рада всегда услышать, увидеть. Жду ваших ремейлов, жду ваших персоналов, и дружище будет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы хотим вас всех дружно поздравить. И мы скажем вам по маленькому словечку о каждой из вас. И надеемся, что у всех понравилось внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, кого? Водитов сказал. Привет, Юлик. Мы желаем вам терпения. И побольше здоровья. И счастья. Вы так не научили мне писать сочинения, но все равно мы вас любим. То есть ты, Андрей, не могу все стать. А вы же отличные выпускников, как мы. АПЛОДИСМЕНТЫ А я вам и предложил, что это будет после этого в мире. У-у-у. Такой же для красоты. Побольше в моемах. И хорошего настроения. Хорошего настроения кучейков. Речкой любви. А кто будет такой, какой есть? Быть самым счастливым. Всего самого лучшего. Хорошего аппетита. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Успехов в вашей команде по что, где, когда. Встретив вас улыбкой 1 сентября у нас навестим. ПОБОЛЬШЕ ДОРОВЬЯ. ПОБОЛЬШЕ ДОРОВЬЯ. СМЕЛОСТЬ ДОРОВЬЯ. ПОБОЛЬШЕ ДОРОВЬЯ. ПОБОЛЬШЕ ДОРОВЬЯ. Оставлю за бокой. Терпение, терпение, терпение. И всего отличного. В твоем развитии. Очень счастливых успехов. Отличных учеников. И забывайте нас. Хочу сказать спасибо вам огромное за такую сильную поддержку, которую вы нам, скажем так, предназали. что вы делаете? Ну, чё пожелать вам? Всего самого-самого лучшего вам. Спасибо за то, что у нас терпение очень долго. Ну, не сделайте нас интересным. Спасибо. У вас тоже, ребята. Спасибо. У меня не было последний вопрос. Вот к девушке. Как вас зовут? Ну, в сентябре. Да. Настя. Вот вы сказали, что 1 сентября вы делаете. Вы очень четко знаете, где вы будете 1 сентября. Переставайте на уши. Что? Что? Мы делаем открытие на 1 сентября первоклассников и учителям. Учителям? Да. То есть вы же изначально на вас предложили ответственность? Сами решили. А, сами решили. А дальше вы что планируете? Секрет. Но уже есть планы. Всё-таки есть планы. И это очень хорошо. А, класс! Нина Григорьевна, вы у нас самая лучшая. Самая красивая. Мы вас безумно любим. Сейчас каждый пожелает. Я желаю вам оставаться всегда такой красивой, здоровой. Хочу. 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 Девчонки, я хочу сказать, что каждый раз я помню, когда вы, ну, каждый день, наверное, получали имейлы от вас. Скажут просто каждый праздник. Девочки с 8 марта, мальчики с 23 февраля. И всё это с Новым годом. И каждый день. Не забудьте, что завтра нужно взять, не знаю, там, учебник по истории. И честно, я могу сказать, что вот нас, лично у меня, имейлов обладало много больше, чем, не знаю, по школе. Это было действительно настолько приятно. И поэтому это многие будут, знаете, очень сильно скучать. Спасибо вам большое. Илья Гориевна. Вы, для меня, стали таким, как бы сказать, человеком стимулом, потому что столько ответственности на вас лежит. Вы работаете в учительском коллективе, где очень много разных характерностей. Вы настолько дипломатичный человек, что вы можете все конфликты уложить. Я бы хотела пожелать то, что женского участия у вас внуки подрастают, потому что я надеюсь, что проводится с ними много времени, и они у вас будут такие же замечательные, как вы. На ваши детские другие в вашей жизни. Спасибо вам за вашу работу, и от тебя всегда спасибо за видать, если бы не было, как бы не было. А я просто желаю вам здоровья и счастья. А я томат. Полезневый. Фруктовый сад! А на самом деле хочу пожелать вам всего самого доброго. Спасибо вам за просмотр. Как вы говорите, Олесников. Я желаю вам свободного времени, чтобы с вами проводиться в Стависбурге, с ней, с ней, с ней, с ней, с ней. А я хочу поблагодарить за заботу по разным вам, всем. И пожелать вам счастья, здоровья и поблагодарить очень сильно. Спасибо вам. Спасибо. Ну, мне кажется, что задает проблема, у меня постоянно у нас очень без скид, у меня постоянно у нас получают, помогают, заходят и заходят. Как на нас. Как я говорю, по физике. Вот. У меня постоянно у нас очень близкий человек, у меня как мама. У меня она очень сильно помогает. Мина Григорьевна, это, наверное, не секрет, что для нас всех мы стали второй мамочкой. Мы вам очень благодарны. Мы вас очень любим. Вы всегда отходите в нашу сеть. Мы вам будем заходить обязательно. Спасибо вам. Ну, я вам скажу честно, это самый, ну, не обидно других учителей, самый замечательный учитель в школе. Потому что всегда со всеми учителями у меня были конфликты. Но с этим человеком всегда было можно договориться. Спасибо вам. Отдавайте всего. Всего лишнего счастья. Мина Григорьевна, спасибо вам большое, чтобы вы нас так сильно любили. Будете еще любить. Мы к вам взяться в новогоднем. Счастья вам всегда. Еще потом. Мина Григорьевна, спасибо вам большое за эти два года, которые вы у нас были. Вы сплотили на других диктапах, и смог не один другой учитель. Мы вам за это очень признательны, и будем вас помнить долго, и счастью, либо покой. Мина Григорьевна, спасибо вам большое. Я знаю, насколько вы переживали за каждого из нас. Мы это очень ценим. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Мы желаем вам счастья, здоровья и всего хорошего. Мина Григорьевна, мы вам очень приятно за все то, что вы на нас сделали. И лично от меня спасибо вам огромное. Я вас очень люблю и желаю вам счастья, здоровья и всего самого лучшего. Мина Григорьевна, спасибо большое за вашу заботу и поддержку. И благодаря вашей мудрости, да, у нас здесь уже очень много, очень многих приятностей. И когда оказалось, что совсем уже выхода нету, из какого-либо анкликта или с той ситуации, то вы, благодаря своей мудрости находили какие-то все время другие пути для решения проблем. Спасибо вам большое за все, что вы тогда сделали. Спасибо. И хочется поблагодарить вас, я думаю, что все согласятся, за ту поддержку и ту опору с защитой, которую вы отказывали нам все два года. И за протяжение инструкций, и за каждую стену. Спасибо. На самом деле, я не знаю, что сказать. Наверное, спасибо за то, что вы нашли смелость в себе взять наш класс. Потому что очень много у вас всего сказано, что это самый наглый и комалат, и, наверное, еще что-то в этом роде, но я, наверное, еще это не так. Мы вас все живы, помним и никогда не забудем. Нина Григорьевна, хочу сказать вам спасибо за то, что вы самый чувственный человек. Мы всегда могли к вам обращаться, когда у нас были какие-то проблемы, с какими-то просьбами. Ну, вот как уже называли физика, да. То есть спасибо вам за этот насчет. Мы вас живы, спасибо! Спасибо! Лиза... Секунду, извините. Елизавета Мамарова, вы не раскрываете, я не могу. В нашем классе, в параллельном, есть два человека, которых нет. Это Елизавета Мрамова и Наталья Фриволосова. Это... Мы бы хотели раскрыть все истории, это все равно мы. Это я и Катя. Нам было стыдно. Нам было стыдно, что мы не готовились к Олимпиаде в 10 классе. В 10 классе. Мы плохо написали. И в общем... Водоклассники скажи. Да? Водоклассники все знают. Водоклассники? Водоклассники. Водоклассники. Мы подписали не свои имена. И был такой большой, скажем, из-за этого... Инцидент. Русский инцидент. И мы так и не признались. И теперь мы говорим, что там есть. И в общем... Ну, теперь у нас это как, не знаю... Миф, наверное. Так что, вы? О боже! О май гад! О май гад! На Лизу, на Лизу, на Лизу! И я так понял, тут здравствуйте, Аля, мексиканский сериал. Давайте шоу, мы на третьем этаже, дверь была закрыта, и все хотят довольны по историю и конкрету. Птица истории таит за дверью, дергает ручку, и при этом, я помню, хорошо Саше Кандарасон говорить, И я так понял, мы выйдем в печерскую! Все открыли окна и кричали, помогите! А Катя и Таня нагло прогуливали истории, и смотрели соседнего дома и за чувствуете нас, потому что мы очень ждали в печерскую. В конце концов пришел некий диспетчер, который является нашим, не знаю... Еще раз, еще раз, вытащил дверь, и в конце концов мы сидели еще одну историю. Часов, наверное, четырех, мы были в школе, думали, что у нас тут и была история. Я с диспетчерской. А еще раз одна такая ситуация, когда у нас есть очень замечательный учитель по физике, в Одессе рекламирование. И она... Очень любит вопрос к имена. Ну, она была, типа, похожа на другого класса. Например, меня назвали, наверное, вместо Виктора Спортсиана, вместо Рогисткина Наташи, а вместо Каиле Эмкины. У Б класса, что-то были какие-то казусы за этот год? История? Мы самые идеальные! Ой-ой-ой! Я от тебя сегодня уже столько послушился. Что у нас секретность повышенная? Мы пошли на спортивный день, на годок. И одна девочка из двенадцатого мы говорит, может, Григорий, ноги Григорьевны, давайте кататься вместе за ручку. Я говорю, девочки, девочка, если мы будем падать, отцепляйся от меня. Хорошо, сказал девочка, иначе как бы падать, а девочка не отцепилась. И упала рука Григорьевна, и сломала себе ножку. И три месяца сидела дома, а двенадцатый мы остались без учителя Андрейского. А больше всех хватало ни на Григорьевна, ни на второй замочек. Потому что я был плохо, потому что у меня. А мне тоже было без всех плохо. А потом я взяла, не поправилась, не вернулась. Вот так вот. Я хочу посмотреть в глаза этой девочки. Нет, нет. А вы знаете, мне кажется, это будет отцепляйся. Она специально вас не отпустила, да? Все таки. Так, кем? Как-то раз один из наших учеников списывал. Как неожиданно. Как, как, очень неожиданно. Наши списывать вообще невозможно. Особенно раньше. Да. Но списывал, списывал. И списывал даже фамилию. Но только потом заметил. Главное, что это было. Главное, что это было. Нет. Это неправда. О-о-о. Вот если мы промолчаем-то, да? Несторо промолчать, но мы всегда... Это неправда. Это не я. Все вроде молчат. Кстати, по поводу списывания на экзаменах. Сейчас уже можно открыть. Много списывали? Не-не-не! Да, пожалуйста. Что-что вы говорите? Не-не-не! А класс, много списывали! Не-не-не! Ну ладно, честно, все равно сейчас уже... Ой, молодец. Слушай, я тебе руку пошу. Ты сейчас такая активная молодец, ты честно признаешься. Вот, отлично просто. Кстати, а какие сейчас шпармалки идут? Умажно! Нет, какие-то больше записали. Я на компьютере печатаю. Мелкие-мелкие. Мало-мало. А легко, легче, чем мелкие. Там печатаю и буквы, и все понятно. Было хорошо, что у меня работа. Я реширую эту задачу своим способом. Нам немножко перебуду в свое. Увидение, кто-то скажет, что Лёгка говорит. Вот, есть у нас последняя задача. Я даже не знал, что у нас бывают такие в школе матчики, которые могут придумать свое условие и решить про них задачу правильно. И она именно назвала раз в 10 матчей, в общем, из тех вольеров матчей самые настоящие. Концентр был готов. Извините, я не виноват. Потом, еще у нас следующий урок. Все на доске. Все на доске написали. Все на доске написали. Глядку написали, что я к нему не обманывал. И все подписались. Поверьте, росписями. А Нина Григорьевна написала, что она еет. Так давайте выглядели за эти воспоминания, которые у вас останутся, связанные со школой. Потому что на их, опять же, повторюсь, больше не будет. И на эти ситуации руководители тоже все-таки есть свои истории какие-то. Сейчас что-нибудь вспомните, тоже расскажете. Поэтому предлагаю выпить вот именно за эти воспоминания, которые всегда останутся с вами. Будут. Дети уходят, дети приходят. Но с воспоминаниями все равно останутся. Народные комитеты. Пошли. Пошли. Так, сейчас мы ее в интервью. Пошли. Тебя, ура! Тебя, ура! Тебя, ура! Что ты делал? А что ты делал? Что? Что? Ура! Нет. Что ты делал? Вот эта большая и дружная семья 12-го А устроила мне один раз сюрприз. 12-й отличался тем, что они очень любили танцевать, как девочки, так и мальчики. Вот один раз они готовили танец, и все это под большим секретом было. И когда я спросила, покажите, пожалуйста, этот танец, ну что же это за танец, тем более, что выступать перед публикой, они мне все вожили и говорили, особенно вот мальчик в розовой башечке, что это все очень будет прилично, и все будет интеллигентно. И чем закончилось, пусть он продолжит. Мальчик в розовой рубашке сейчас нам откроет. Ну, дело было так, у нас каждый год проходит новогодний праздник в школе, и каждый класс должен сделать какую-нибудь сценку, связанную с новым годом. У нас была такая сценка, как называлась, я точно не помню. У нас семья! Нет, праздник в школе нет. У нас семья была, да. Ну и там жена поссорилась с Дедом Морозом элегантом, ну и решила ему отомстить. Ну и там сначала драки были, там охранники, и в итоге, чтобы как бы охранников соблазнить, да, вышли три девушки и начали танцевать вот такой, ну не стремьтесь, но почти стремьтесь. Ну, у Деда Мороза тоже нашлись такие поклонники. Ну и выше три мальчика. Мы танцевали почти стремьтесь, правда одну деталь мы не разрешили сделать. Ну ты сделал, пел! А Витя сделал! Мы не обняться, мы не обнялись, мы не обнялись, мы не обнялись, но она мы не разрешили делать. А Витя сделала. А что вы? Вчера я не сделала. А мы не так. А еще будут несколько игрушек однажды. Мы готовы. На переменке 20 минут нужно было решить несколько важных проблем, связанных с организацией на празднике. В итоге 20 минут мы простояли в кабинете, Наталья Николаевна, в принципе, как бы возглавляли на шее, и обсуждали проблему, как она видела, как одна девочка ела прямо из миски в столовой. С супом. В итоге, касательно праздников, мы ничего не обсудили, и относительно девушки тоже ничего не выяснили, но в основном мы это обсуждали. Однажды я возвращаюсь в класс и вижу интересную картину. Молодой человек сидит с закатанными штанами, причем штаны закатаны до уровня шорта, и тщательно что-то клеит. Вот оказалось, что я стала участником спора. Ученик договорился с учителем по истории, что он сумеет писать с необычной шпаргалки. Шпаргалка выглядела следующим образом. На ноге, ну, на протяжении всей ноги, большой-большой кусок бумаги, где много донесено всего нужно, а сверху замотано все это клейки прозрачной меркой. Но выглядело невероятно эффектно. Когда закончился весь процесс приклеения шпаргалки, и штамина опустилась на свое место, оказалось, что ходить с такой шпаргалкой невозможно. Но насколько мне известно, он закончился в пользу ученика. Играет музыка Прямо что сегодня молодой человек в розовой рубашке первый заслуживает приз. Сейчас принесу. Ну а брыз необычный, это родители постарались. Снимаем от и до. Поздравляем! Примерский набор! На палочки! Не то, что на палочку. Как-то получилось в ритм, да? В финансовом классе можно. Звучит... В финансовом классе можно. В дете мы идем? Live уcićка! Я была любима. Яêts sucен», я и ад. Коликос, вы всегда Modern! Бум. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Скажем так, официальная часть, как я сказал, у нас на этом и закончится Вот сейчас все, что есть, можете пожелать сказать по одному слову Я не знаю, сколько бы я продержалась без Дины Григорьевны Ну мы уже все поздравляли, уже все говорили, так что присоединяемся ко всем остальным Побольше бананов, потому что бананов – это счастье Все уже сказали, да, действительно, на этого было много сказано Где у нас Елена Юрьевна? Раз, два, три Мы вас любим! Чуть бы вы меня не подняли с этим стулом Все дружно решили сказать Я попрошу спуститься оттуда с лестницы Ольгу Григорьевну Остаемся здесь Замуж ведь, да? Да Ну? И учитель по-английскому? Ну куда же вы так задетесь? Говорите, ну вот сюда вот, погодите Пару слов Да, 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 даю микрофон Надеюсь, у нас ТБ не будет ассоциироваться с гипсом Я очень с этим надеюсь Только Алиса Не будет, не будет Мы там уверены? Уверена, уверена Ну, ну Ну, еще пожелание Не буду уже вас хвалить, повернитесь на 180 Подарки классным руководителям Врусизе И за руки Это последний день, последний раз Когда вы видите свой класс в полном составе Многие, конечно, не поняли, но скоро дойдет Возможно, но подобно ты вся даже струн Необыкновенная Ласковая, нежная Необыкновенная Как океан безбежная Любовь твоя Необыкновенная Милая, бесценная Ты целая вселенная Необыкновенная 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 Моя Я тебя обнимаю темно И тому в глубине твоих глаз Я с ней рядом Я торжествую И весь мир расцветает для нас Без остатка все дни и все ночи Лишь тебе посвящаю одной Я к тебе по кресту приколочен Ты мой свет Неземной Ангел мой Необыкновенная Ласковая, нежная Как океан безбежная Любовь твоя Необыкновенная Милая, бесценная Ты целая вселенная Необыкновенная Моя Необыкновенная Ласковая, нежная Как океан безбежная Любовь твоя Необыкновенная Необыкновенная Милая, бесценная Ты целая вселенная Необыкновенная Моя Аплодисменты вашим классным руководителям И еще один памятник Елена Юрьевна Нина Григорьевна Я не зря в начале клалу листки Просил ребят написать Все, что у них накипело Все, что они думают, хотят Короче, долго говорить не буду Елена Юрьевна Вот это почитаете дома Это вам Нина Григорьевна Вот это вам Где вы? Я вам открою небольшую тайну Уважаемые классные руководители Я в начале не говорил, куда это пойдет В принципе, может, что-то догадался Но факт то, что вы, это Здесь душа наших ребят Они будут с нами АПЛОДИСМЕНТЫ Вот это! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Благодарю вас, Владимир! АПЛОДИСМЕНТЫ Их было бы самое АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА